я вам сейчас такое расскажу в ахуеете потом расскажу вы знаете у меня очень разнообразная жизнь я в ахуе ну ладно хорошо так запомнила я реально в ахуе я сильно похожа на принцессу я хотела быть как порошок 288 доехать так устала так устала они благодарю вас у меня просто в руках блин у меня пиво наш ты хуёвая подруга вообще блять пиздец я в шоке а нет охуенно ты мне дверь открылась спасибо любимое что говорится больше никогда не открою знаешь почему по технике безопасности слева есть так подождите сейчас вопросы вопросы буду читать подождите это та подружка которая шампанским приходила дает она кто чё пишет еще все пропустила 288 переезд у нас здрасте да ну или в мяту пойдем не знаю там по комфортнее просто мне кажется в мяту может хорошо в 288 давайте в мяту не очень да в мяту стрёмно мне там не нравится мяту надо компьютерные игры играть я там сейчас сим скачаю каждый вечер туда буду ходить я кстати там играла в контра страйк слушай ты научись лучше грибочки играть меня обучись ты что за грибочки я играю в фиш дом девочки я туда уже столько я там на 711 уровне если что тата 28 лет на 711 уровне если бы я была бобер это из той серии что тата бобер построила плотину блять так же у меня а что это за игра фиш дом потрясающая игра нереально рыбок собирать там надо просто одинаковые квадратики одинакового цвета собирать я не сомневалась даже очень интеллектуальная игра я сколько в нее игра я уже на 711 уровне вы представляете как я поумнела вообще а сколько туда денег вложено вот эти бомбы блять сраные покупать я еще и выкладываюсь вы что думаете я херней страдаю что ли я в шоке господи это козу басты оказывается ой мамочки смешно конечно зачем скрины слушайте я не знаю кто эти скрины у меня знаете как кстати недавно только об этом узнала я себе в настройках настроила такую штуку что скрины я могу делать ударив два раза по яблочку сзади на телефоне и скрин делать кстати да реально настройках я так настроила ну это ж надо как-то не промахнулся ну нет у меня как-то автоматически вот видишь вот вот смотри вот типа вот сюда кладешь два раза делаешь он скрин делает но сейчас не по яблочку да сейчас поэтому не тоскринила так да ты часто пей пиво такая смешная нет я просто вчера гуляла это у меня еще остатки вчерашнего вечера я вчера очень сильно расстроилась мы вчера очень сильно поругались и когда мы поругались я пошла к машине день рождения там начала пить шампанское залпом сделать резвое трезвое 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 потом думаю блять что же я такая трезвая как встала я просто была в шоке как меня нахлопучило за секунду я такая я ушла по английски вот я ушла просто ушла и ушла я не помню как я при я сразу же ушла я не помню как я попала домой я проснулась дома и мне везде смс-ки от подружек ты где ты где ты где а я что я как приличная женщина дома была не шараёбилась где-то там как некоторые ой мамочки слушайте я вообще ничего не читаю мы едем домой мы почти подъезжаем господи откуда все все это несут вообще никакого виталика не знаю я вообще с серафимом встречаюсь с петром ну сейчас все будет так как я и обещала кстати у нас на этаже новый сосед появился а ты с тем парнем общаешься слушайте у нас жених на нашем этаже живет который играет в формуле один гонщик да пипец какой взорванный тип прикольный ну худощавый я худых не люблю я люблю кожи пожирать мне реально пожирнее больше нравится им шоке плотненьких я люблю таких лучше плыть по волнам чем биться об скалы понимаете девочки так на животик легла Машуль подержи пожалуйста это драгоценность моя сейчас спасибо большое все Маш ты уходишь? Маш ты слабачка ты слабак ты не подруга так давай как ей везет она может взять и вырубиться у меня не получает это все потому что я много думаю я много думаю не могу бери заряд у меня уже месяцев шесть лежит дома надо его сдать каждый день рублей платишь да а у меня карточка заблокировали уже не плачу ну вообще да реально по 100 рублей каждый день снимаю а я с водой я шучу ой да надо оставить что надо оставить верхнюю одежду так здесь люди какие-то которые меня здесь знают этот ресторан находится прямо в моем доме здесь нельзя конечно так гоготать это там меня никто не знал я могла ржать как лошадь спасибо большое а здесь так не получится ну куда? что-то сразу что-то сразу да животик это волны волны а не животик хотя да 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 здесь вайфай кстати да здесь есть вайфай девочки что вы вообще несете я на тебя обиделся блин да вы просям уже дорогие подписчики как у меня есть новая машина кстати да подарили машину это все про нее расскажу как его ее возлюбленный подарил машина крутая девчонка которая едет на тачке за 18 с половиной миллионов мы теперь все на ней ездим потому что мы живем в одном доме б на одном этаже с гуляем в одних и тех же местах и всегда пухаем вместе поэтому есть водитель такая такая страшненькая подарили не пишет а тебе когда-то по квартиру мы не сейчас сейчас загадаю один чай с лимоном черный я пиво пью из другого кафе вызывайте на меня службу вот паштетика вот куриный ваш только масло который невозможно мазать до хлеба на твердых спичкой принести нам просто спички я кушать не буду нет так кукла силиконовая да пипец конечно и силикона всем жопа накачала в сиси накачал везде мне силикона даже вот здесь целиком у меня вместо мозга один силикон чтобы не воспринимать вас серьезно девочки ну как я могу выдвинуть да выгляжу не очень волосы у меня хороший хороший выглядит потрясающе в чем проблема сейчас давай все сделаем вот и все теперь все прекрасно мне надо худеть мне надо неделю не жрать как это себе заставить это сделать я не знаю ты валеру любишь ты конечно люблю каждый день сижу плачу умираю не могу без него же какой макер валерова забрали валерой как хорошо отношусь блин мы родственники он мне подарил классного ребенка но мы родственники они воспринимают вообще как мужчину я даже не могу себе представить с ним я вообще думал как я вообще могла с ним целоваться как-то звучит ребенка могли сделать вот это вот проникновение вот сейчас спустя много лет лет в голове не укладывается просто настолько его ну как не за как брата что ли воспринимаю даже не знают странно наверное но так и есть волосы вау да волосы огонь и видеть такая прическа плакал конечно из-за него плакала всю ночь плакала а это не обезболивающее не нет тебе даже не значит надо выпить теплая но сейчас чай будет горячий а попей знаешь что малину попей не пей обычный чай малиновый чай малина запрещен тебе реально полегчает кору а я уже делаю все бабкины агафины рецепты тащите нам будем употреблять ой ребят ну конечно про валеру писала про кого еще думать то в жизни принципе кроме валерона больше никого не существует какой валера девочки прошлый век стихи 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 да первую разку а твоя любимая нет чтобы я больше стихи нет научиться у нее блядь этому тексту а у меня знаешь как все как у лермонтова в сорок первом и скучно и грустно и некому руку подать минуты душевные невзгоды желание что пользу напрасно и вечно желать а годы идут катюшки лучшие годы вот так вот вот так девочки все как у лермонтова в моей жизни а лучше было бы какую стенина чтобы я с бандитами жарила спирт нет получается по культурному с бандюганами жарили спирт вот так хотелось что это ксюх ты меня чего фотографируешь не счет скрины мои приходят спима у эфира я не могу открыть что-то если на эфир зады мне выкинет тата ты сейчас в отношениях да я в отношениях но в очень говняных таких насруток насрали воняет но мы еще вместе держимся как-то воняет по-настоящему а мне не пахнет это и называется любовь так и есть кстати причем я не шучу о Поехали! Смешно реально. Тата, так некрасиво перед мужчинами выпендриваться за соседним столом. Ты на съеме? Ржать на весь ресторан? Ну конечно, я сижу перед... Конечно снимаю мужику и рассказываю, что пахнет говном. Перед соседними мужчинами мы на съеме. Сейчас еще пару раз про говно скажем, они по-любому приклеятся. Во-первых, во-первых. Сейчас к нам придет мой друг. Серьезно, его зовут. В общем, мой друг. Почему вы такие злые? У Бати на днях братик родится. Не родится. Сейчас я закричу на весь ресторан. Говно! Воняет! Они сейчас сразу придут, они будут наши. Не переживай. Я сейчас все устрою. Сниму своего соседа, нашего соседа. Блять, что вы несете иногда вообще? Ой, Ирина, вы такая умная. Я в шоке, Ириночка. А ничего, что я живу в этом доме, как бы там же где этот ресторан? Ничего так. А не, подожди, с утра уже надо быть на работе. С утра уже надо быть на работе. И как утром проснулась, я сразу поняла, пора бой. Что время, блять, тратить. Скажи им, что у меня есть сестра-близняшка. Они знают тебя все. У Катюхи есть сестра-близняшка. Ее зовут Волга. Блин, так прикольно, наверное, иметь близняшку. Я всегда в детстве мечтала. Мне казалось, что она, типа, везде будет за меня ходить. А потом я думаю, блин, как будто у них своих дел не будет. Оказалось, что это я буду за меня ходить. Оказалось, что это я буду за меня ходить. Вы считаете, это нормально? А кто такого сказал? Я ненавижу, когда вообще затрагивают детей, девочки. Это вообще полный вред. Никогда нельзя затрагивать им у детей. У меня даже как бы это не смешно. Кто, блядь, такой сказал? Когда такое сказали? Когда я такое сказала? У вас что, блядь, с головой проблемы? Это у тебя. Алло. Ооо. Значит, я не слышала. Идет все. В каждой встрече. У подруга я такого не слышала. Она вообще не знает все. Я даже не помню. Ооо. Так, мы вчера тусили в мему, а потом мне стало плохо. Я уехала. Ну, не плохо. У меня вообще настроение не было весь вечер. У меня вчера басренное настроение было. Ой, ну ладно, давайте не будем это уже мусорить. Господи, все. Было, 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 но прошло. Я вообще этого не слышала. И не хочу в это вникать. Ну, кстати, моя подруга не пьет, она пьет пищевый сок. Это только я пью пиво. Ну, она просто не знает. Я же не расскажу, что она будет вникать в мою душу. Ну, как бы я, что для меня это же, я не знаю, что думать, я ей рассказываю. У меня есть большой муж, у него есть жена. А теперь она беременна. Для меня это норма жизни. Я к этому не отношусь как-то необычно. Я, наоборот, жду этого ребеночка. Я считаю, что это круто, что у моей тусика, у моего родится братик. Это же круто. Они все равно одна кровь. И я к Ане очень хорошо отношусь. Я очень хорошо отношусь к Ане. И никогда в моей жизни не было. У меня Бетти очень любит Аню. Она всегда говорит, когда я даже кушаю, я говорю, съешь за Аню, за папу. То есть она всегда говорит, Аня, моя Аня, мой папа. Она их любит. Так, Валера с Аней опять расстались. Нет, у меня вроде все хорошо. А что ты ей не говоришь? Телефон разговаривает. Ну, нет, наверное, как нам. Я не знаю. Как нам. Да, понимаешь, там сразу видно, что кушмот, да. Потому что пришли еще друзья к Терпу. Терпу. Которые узнают. Ну, короче, такая. Ой, малышки. Может, венчик обахнулся? Я же не знаю. Мне хочется спать, вырубиться. У меня не получается. Я нервничаю. На самом деле, у меня настроение было говнище полное. Ну ладно, может, смотри, Суша узнает. Слушай, она нас не знает о... Вот мне спрашивают, любишь кони? Ну, если хорошо, умело делают, то почему нет? Но, к сожалению, иногда надо за уши оттягивать. Она называла свою сестру. Я цепляю вот эту капиталу просто общаюсь. Ну ладно, что-то будет хорошо. Могу говорить, что вы читаете. Сейчас по весь телефону скоро будет. Ну ладно, еще 10% у нас есть. Знаешь китайский? Конечно знаю китайский. Я выросла в Китае, я там закончила школу, я там закончила университет, вся моя жизнь там прошла. Ну вот, получается, ну так получилось по жизни, что пришлось выучить. Так, Сученька красивая, делаешь ли что? Так, а сама буду сшила его, очевидно. Да блин, нет, неправда, вы что? Я не понимаю, когда мне говорят, что реально я... Слушайте, я очень амбициозный человек, на самом деле. У меня очень... Как вам сказать? Во-первых, я наверняка все равно в какой-то степени... Не знаю, как это объяснить. Это не тот мужик, по которому я стояла. Я ничего не потеряла. Я понимаю, если бы он был там какой-то богатый, очень успешный, там, пипец-пипец, тогда бы я жалела там, что что-то потеряла. А так, что я, блядь, потеряла? Чего вы несете? Я наоборот рада, что у него есть семья, что у него все хорошо, он под присмотром, как бы, что нему не грозит там ничего плохое. И в этом... Нет, неправда. Я не люблю, когда так говорят. Потому что у меня нет ничего к Валере, и я рада, что все так получилось, и что все закончилось. Я просто, знаешь, с точки зрения безопасности, как она не может, информацию транслировать, но мне неприятно. Красивая! Спасибо, девочки! Мне кажется, что я вообще сейчас красивая. Нет, я могу быть красивой? Вчера, кстати, я была очень красивой. У меня еще просаживает. А сегодня, конечно, такси. Красотой только попахивает. Да, давай, едите. Надо что-то, боже, вместо пива, другое выпить. Когда мама ваша приедет к вам в гости. Блин, я очень скучаю по маме. Я ее не видела уже больше года. Но Китай закрыли до 2023 года. И так, что до 2023 года мы с мамочкой моей не встретимся. Блин, еще до хера времени. Еще два года ждать, прикинь. До 2023 года Китай закрылся. Не, ну, как бы, не принимают. А, может, просачить эту, вот эта дипломатическая линия. Ну, под дипломатическая только есть. Ну, и то она может, она влететь-то может, просто обратно не полетит. Вылететь-то может. Там обстоятельства какие-нибудь, да? Ну да, только через посольство как-то. Ну, опять же, кто ее сделает, блядь. Я же не сделаю дип-паспорт. Ну да. Хотя я всю жизнь в посольстве проучилась. Я там школу закончила, университет. Ну, кстати, я не в посольстве заканчивала, но школу в посольстве училась. А университет обычно Китайские государства. У меня по маме Суску училась очень. По ее запаху. Я хочу так ее обвинять. Хотя мы с ней всегда очень ругаемся сильно. Но я так по ней соскучилась. Я хочу ее ее понюхать. Я очень люблю запах моей мамы. Очень сильно. И вообще запахи ли? Ну ты бутерброд. Не, я вообще что-то переела этого супа. Что, привет? Привет. Это кафе 288. Да, это 288. Он находится прямо около моего подъезда. Я живу в этом же доме. И вот сразу, как выходит 288, соседняя дверь подъезда, это мой дом. Ну, в смысле, мой подъезд. Это где Бетти? Беттика сегодня на Ападроме. Она очень красивая. Спасибо большое. Не знаю, на кого она похожа. Где гуляли? Мы вчера были в Мемо. Потом девочки поехали в караоке. Блин, я так люблю петь в караоке. Блин, вообще, жизнь. Я так жалею, чтобы мы не доехали. Ну, вроде, сегодня Маша обещала. Ну, я не знаю. Ты вечером уже не пойдешь, да? Пойдешь? У меня, да. Более жалею. Я раскладываю. У-у-у. У-у-у. Мы сегодня поедем в караоке. Пойдем в караоке. Харьков. Как тебя обрела сила в себе забыть и жить дальше? Он не прикладывая претензий к человеку, который сделал ребеночка, и свалю. Блин, или на самом деле, если бы не дом, я бы никогда в принципе с ним бы не связалась. Но это на самом деле правда. можно с вами проезжай конечно просто обстоятельства так сложились и как бы я вот с ним связалась по факту ну блин я вообще это может быть сейчас грубо прозвучит но я не воспринимаю мужчины которые мало зарабатывают вообще не потому что интерес разные как абсолютно у нас изначально были разный интерес когда мы когда я покупала машину сколько было года четыре назад наверное я помню я шла я ехала в панавто там хотелось бы это я хотелось бы безумно сильно mercedes а он не останавливал и говорил типа тат зачем тебе mercedes давай купим блять хендай солярис и я говорю иди ты нахуй сам ездить на своем хендай солярисе то есть у нас просто изначально были интересы очень разные вот мы просто разные люди очень разные разные интересы то есть у меня есть какие-то определенные свои интересы и круг моих интересов не входит человек который мало зарабатывает потому что как бы я тоже зарабатываю деньги вместе со мне мама дала хорошую принципе изначально жизнь очень да и то есть несколько понятия и даже но не знаю как мне не знаю как это объяснить то есть например у меня есть роликса если как бы он тебе блять элементарно роликса не может купить а это в принципе не самые дорогие часы да в мире часов элитных то тогда блять может какие у нас могут быть интересы о чем мне вообще с ним разговаривать это и так я считаю не так уже круто это самый как бы обычный так ничего себе мой муж меньше меня зарабатывать на я самая счастливая деньги не главное понимаете у всех очень разное понятие счастье для кого-то счастье это там блять я не знаю в жопу целовать друг друга блин и радоваться там я не знаю как объяснить мы 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 просто стать ему такие сомби силы да ну то есть нам нужен сильный мужчина в ряду а мы не меркантильный почти чтобы понимаете деньги это определенный но там типа статус и говорит про уровень про силу просто не зарабатываешь деньги зарабатываешь ты она во-первых певица но у нее своя она есть своя группа она поет кофе и и показывают и и и видеоролики то есть либо показывать на телевидении я тоже зарабатываю деньги должны выбирать из этих каждого человека есть определенная какая-то компания что ли и за так принципе всегда было как это было допустим в свое время когда еще не было определенного понятия денег было понятия там кост мамы тогда было понятия еды то есть женщина всегда выбирала того кто козу бьет побольше мамонта у кого побольше врачки там кто там кого-то зарубил слабый который не мог не убить мамонта понимаете он так оставался сторон очки высокомерный ой ребят вот вы как вы любите ну пиздец вот как будто каждая из вас мечтает о нищей обе вот вы такие блять живете такие ой хоть бы моя доченька вышла замуж блять за долбоеба нищего ой как я хочу этого но так никто не рассуждает девочки каждая женщина каждый каждый родитель за кого ваш отец вас отдаст за бедному человеку или за богатым вот как вы думаете вот так за кого-то кого нет прям за за нищего вас отдаст в любом нищего вам будут предлагать ну вот кого обманывает вот чего вы сами себя обманываете любовь 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 кушать хочется всегда обманывает именно почему я не одна кстати это как посмотреть ну в принципе да одна но к нам же друг пришел все к нам пришли я бы то я попозже зайдем все я выхожу из эфира целую вас привет привет целую вас девочки я только с нищими общаясь конечно мне никогда богаты не посмотрит я ж только с ничем общаюсь конечно когда я вообще богатых людей и сама зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц все извините мне надо договорить они мне говорят гадости так все люблю вас целую попозже зайду